Журналисты, гости, эксперты и всех, у кого засекает тематика нашего круглого стола политичные взняволины, подыходы правооборонцев, критерии. Заразумело, что вот такая ганебная зьява политвязни о нашей стране мы уже в шмахадру, в истории незалежной Беларуси с 1996 года проводится довольно сталый мониторинг справа, у выникой каких люди опынаются с затратами и на довольно долгие термины. И, зразумело, что правооборонцы, на протяжении всех этих вагов, шинно працуют с гэтыми справами, с людьми и, зразумело, с тыми подыходами, критериями, які уживаются у дадзиной сферы. Сегодняшний круглый стол, и он максимально все-таки повинен был быть крышку ранее. Бо у концы констричника на третьем беларускем форуме правооборонцев были презентованы, представлены критерии по возначению понятия победвязни. И они выкликали довольно широкий резонанс и незавсюды разумение того, какие подыходы, которые ставятся, какие критерии, чему они такие в этих складанных справах. Мы почули и критику, мы очули, не обходят говорить про это открыто и публично. И сегодняшний круглый стол, это такая размова по непростым пытаниям. Нагадаю, на сегодняшний день беларускими правооборонцами признаются 11 человек политичными и неволинами, чему это так, чему относено до 9 из них потребуется безумное и неоткладное позволение, чему относено до двух политвязненных потребований, это справедливое и пропорционное правосудие, чему в эти пытания и утынки будут сегодня темы нашей размахи. У нас сегодня будет представление возле этого документа хирургиста по возначению понятия победвязни. И сегодняшние эксперты, это правооборонцы, яке удельничали у яго выбросовцев, у яго створение. Владимир Яворский, это украинский эксперт, зараз живе у Беларуси, он узначальвал украинскую хельсинскую спилку, и он заявлялся координатором международной группы экспертов по выбросовце документа. Возле этого керавництва, зараз я его и очню, как вот эта назва была передвлачима. Валентин Стефанович на месте к старшине правооборончого центра Весна, Олег Гулак, старшиня Беларусского хельсинского комитета, Олена Танкачева, керавник центра правовых трансформаций, сирот распроцовщиков была так само и я, представник правооборончого центра Весна, Ина Гулей, якая узначальвая центр солидарность, в принципе, это прозвище выпаващись в этом документе, он довольно, правда, великий, 12 сторон, и предочитать его так довольно складанно, был написанной складанной милой Олега Пердадина и так само там есть. Именно Кулей, на жаль, сегодня не может тут присутничать. И один из экспертов, так само представник правооборончого центра Весна, Владимир Лапкович, и, ну, працую реально так само в таких справах. И мне сегодня пропадула такого парадку дня. Первое, мы хотели послухать Владимира Ябурского и неколькие словау с историей пытания, вадыходы розных субъектов, да вызначение понятия политвязни. История, братцы, и сама идея возникнения, возникнения вот с гэта критериев, чануяны, наго жты, аны потребны, кабе юст критерий на прыглада Международные Амнисты и Советы Европы, наго жты, вот, гэта, яще дадатковые критерии, створение самой и праца працовной глупы, а так сама перспективы разведца гэтага документа. Валентин Стэфанович, гэта, уже конкретно подыходы, яке закладся бюджетным в этом документе, и так сама подыходы, я думаю, будучи узнікаить питанье, як яны реалізуюца о конкретных справах, В этих справах, которые наслыхают, которые добро вам ведомы, и по этих справах, которые так само добро ведомы, у которых правооборонцы имели великую критику, из некоторых политических субъектов, романских субъектов, потому что наше бачение не совпадало с бачением некоторых затекавленных субъектов, и по справах некоторых особо эти люди не были признаны правооборонцами, политичными, зневоленными. Потом кожный сможет задать питание, або выказать меркование, якое может там совпадать, або не совпадать с тем, что работают у первых в этих выкладах, при том, что питание вы можете задавать у всякого полуэксперта, не только ты, которые будут иметь особые выступы. Когда ласка, Владимир Яковлевич, у нас тут питание с мовой саправды возникло, у нас уже, Владимир, я так разумею, будя по-русски, у нас зараз такая небесечная ситуация с русской мою, вам она наибольшая, думаю, но, когда ей потребно, я могу открыть русский текст. Давайте по-украински. А кто приедет? Это было все-таки по-русски. Это было все-таки по-русски. Давайте по-украински. Ну, по-украински просто будет, может, терминологично. Не-не-не, там есть многие слова, которые можно не понять на самом деле. Это природа. Что я хотел сказать? Первое, когда у нас Янукович пришёл в власть в 2010 году, у нас появились первые, первые политические заключённые практически сразу же, буквально через месяц, уже первых людей задерживали по-разному. И с этого момента у нас фактически с 2004 по 2010 год этот вопрос практически не звучал. То есть проблема была только один раз в 2004 году, а потом как-то эта проблема особо не возникала. Если возникала, то очень быстро она сама по себе. Но в 2010 году мы столкнулись с этой проблемой, и нам нужно было как-то решать, как определять, кто политический заключённый. Когда мы начинали обвинять государство, что у нас есть политический заключённый, они говорили, а что это такое? А кто это такие? Вы где-то видите в законах определения политический заключённый. Они то же самое начали повторять на международных встречах. Мы не знаем, что это такое, поэтому ваши обвинения, они политически ангажированы. И если вы оперируете этим термином, то значит, что вы просто не независимые правозащитники, а заангажированные политики, которые считают просто, что если человек из противоположного политического круга преследуется, то он уже политический заключённый. У нас была встреча с российскими правозащитниками, у которых эта проблема уже достаточно долго есть. И мы встретились именно по линии правозащитников, которые ещё работали с реабилитацией советских политических заключённых. Ну и Хельсинский союз – это, по своей сути, организация, которая вышла ещё с 1976 года из Хельсинского движения. То есть у нас много людей работает именно по реабилитации политических заключённых Советского Союза. И мы встретились с российскими правозащитниками, у нас родилась идея сделать такой вот документ, который был более-менее понятный для внешнего человека и объяснял нашу позицию всем. Мы, конечно, понимали, что это сделать крайне тяжело, но мы решили это сделать, и оказалось, что это ещё интересно, очень было интересно для Беларуси, очень было интересно для Армении и Азербайджана, и Грузии. То есть эти страны тоже, они очень заинтересовались, потому что у них эта проблема есть также уже достаточно давно. Потом, вот в 2010 году была первая встреча в начале 2010 года, и в прошлом году, то есть нам нужно было три года, чтобы довести до ума этот вот документ и принять его в своём кругу. У нас прошло в общей сложности, если не ошибаюсь, семь встреч различных, то есть мы встречались в разных городах. Первая встреча была в Киеве, потом опять была в Киеве, а потом мы встречались с другими. Кроме этого работали дистанционно, то есть с помощью интернета многие вещи обсуждали. На самом деле очень сложная работа, очень сложно собрать опыт всех стран. Параллельно этим вопросом начал заниматься Совет Европы, и они быстрее это сделали. В 2012 году они выпустили свои критерии, которые были одобрены парламентской ассамблеей Совета Европы. Это резолюция номер 1900, известно, в 2012 году. Но это промежуточная резолюция, на самом деле это не окончательное мнение Совета Европы. Более того, в этой резолюции чётко обозначено, что мы собираем мнение других, и мы будем пересматривать свою резолюцию, это своё мнение. Поэтому это далеко не окончательное мнение Совета Европы. Именно поэтому мы решили, что нам нужно сделать вот эти свои подходы, поскольку мы видим явные недочёты в подходе Совета Европы. Причём эти недочёты проявили себя сразу же при работе с Азербайджаном, когда через несколько месяцев после принятия резолюции 2012 года рассматривался вопрос о политических заключённых в Азербайджане. Вдруг возникли очень большие споры, что вокруг именно этого определения и так и не смогли не согласовать, кто такие политические заключённые, какое конкретное дело попадает в эту категорию. И в результате добились того, что постановление по Азербайджану было не проголосовано. То есть на сегодняшний день есть проблема в Совете Европы по употреблению этого терминга. Другая проблема, что на самом деле все оперируют этим термином, этим термином оперирует ООН, если мы посмотрим в десятках документов ОБСЕ, то есть это очень широко распространённый термин, но опять же каждый вкладывает в это какое-то своё понимание, которое нам не всегда подходит. Если вы посмотрите на это руководство, то в принципе это юридический язык, конечно, и его достаточно непросто сразу понять, поскольку одно предложение может вместить в себе очень такие глубокие концепции большие, которые в принципе первому человеку сразу могут быть непонятны, например, что такое пропорциональное наказание, либо ещё какие-то вещи. Но здесь именно используется терминология международного права, в первую очередь мы используем терминологию Комитета ООН по правам человека и Европейского суда по правам человека, поэтому юрист гораздо быстрее ловит вот эти концепции. Мы понимаем, что это сложно понимать, вот этот юридический текст, поэтому мы написали определённое объяснение, которое более подробно, иногда мы даже обижались друг на друга, что слишком подробно разжёвывают вот эти вот юридические объяснения. Но, по моему мнению, это объяснение ещё нужно ещё глубже давать, поскольку многие люди, на самом деле, им тяжело тоже понять без образования юридического этот документ. И опять же хочу сказать, что мы приняли этот документ в прошлом году, мы договорились, что мы год работаем с этим документом по странам, пересматриваем списки политических заключённых, смотрим, насколько хорошо применять это руководство, и мы осенью собираемся на конференцию большую международную по вопросам политических заключённых, где будем обсуждать, возможно, дальнейшее улучшение вот этого руководства. То есть мы понимаем, что это тоже живой организм, вот это руководство. Мы можем что-то не учесть. Жизнь, она такая, что всё время преподносит какие-то новые случаи, новую специфику. Власть тоже всё время работает и совершенствуется в каких-то формах репрессий, и она выискивает всё такие более хитрые пути, как преследовать человека. Поэтому это тоже не окончательный документ, и мы делаем такие обсуждения. Мне, например, это интересно с точки зрения дальнейшего возможного улучшения этого руководства. Рассказать по самому вопросу. Мне так задало, что в основу закладены не только подходы, которые выпрасывались на протягу опошних годов у наших краинах, которые были названы, а также подходы Совета Европы, а также и подходы международной амнистии. Да, да. Ну, базисно здесь идёт подход международной амнистии. Единственное, что мы не введём такой термин, как «узник совести», поскольку мы решили, что это исключительно термин «международная амнистия», и он используется десятки лет ними, и, в принципе, только они могут определять, кто является «узникам совести», кто нет. Я дадам, что на сегодняшний день международная амнистия лечит рядами усумления в Беларуси только трёх особо. Кого? Трёх или четырёх. Старкевич, Беляцкий и Лобов. Ну, вот, если мы посмотрим на это руководство, то, ну, здесь есть короткая преамбла, а дальше идут вот эти вот основные понятия. И понять, у нас есть две группы политических заключённых. Первая группа – это пункт 3.1, который в этом документе… Вот это вот 3.1 – это классическое понимание узника совести. Здесь добавлен только до этого пункт Б. На самом деле, международная амнистия, она использует этот пункт Б, то есть он в неё закладан в пункт А. Но мы считаем, что лучше, на самом деле, вот эти вещи более чётко обозначить, поскольку они прямо не юридически, они не выходят из вот этого пункта А. Ну, то есть мы формулировку практически ничего нового здесь не прибавляем. Но вот по второй группе, если мы посмотрим, вот, политические заключённые второй группы, это уже другое понимание, это просто политические заключённые. Здесь другие катерии совершенно, и здесь много чего международная амнистия не использует. Именно поэтому здесь отличаются вот эти вот понимания в количестве людей, которые являются политическими заключёнными. Потому что, например, если вы спросите международную амнистию, а сколько политических заключённых в Беларуси, то они уже могут назвать больше, или вообще, скорее всего, не называют, потому что для них ключевое понятие – это узники совести. И они требуют… Важность для них узника совести, что он должен быть незамедлительно освобождён, без каких-либо условий. То есть, потому что человек, в принципе, он ничего не сделал, не совершил никакого правонарушения, его не за что преследовать, в общем-то. Поэтому они цепляются только за эту группу людей, в основном, и требуют их, безусловно, освобождения. Со второй группой здесь сложнее. Здесь есть часть людей, которые, например, имеют непропорциональное наказание, и нужно просто пересматривать их дело. То есть они, например, вместо обычных десяти суток получили три года, то есть в классическом понимании. Он политически заключённый, и здесь нельзя сказать, что он ничего не совершил, но он не совершил совершенно ничего на три года. Например, Международная Амнистия, она на такие дела уже будет смотреть с разными вопросами, в зависимости от того, что этот человек совершил. Вот, то есть есть вот эти две группы, а вы не распечатывали все, да? Мы не распечатывали, потому что у нас есть электронный вариант, 12 сторонок, в принципе, эти документы, юно-доступные. Я не ведаю, как наши коллеги разместили все на сайтах, на трогнула по белорусскому, по русскому, по ангельскому. Например, вот на сайте Весны, в разделе «Аналитика», вы можете просто брать цитаты и колены вам потребляют для працы. И я хотела, как сама, сказать, то, что все Украины, эксперты, которых удиличали у старых этих документов, у нас была такая домовинность, это переклад на национальные мовы, и я так думаю, в Украине это самое первое зарабили. Мы сделали крышечку позднее, а на троп-мамах эти документы доступные. Тогда нужно, наверное, более детально про тексту как-то рассказать его. Да, я думаю, что мы можем... Вы тебе в большом деталях надо рассказывать. Ну, просто я тогда повторюсь вкратце, что есть две группы политических заключенных. Одни – это узники совести, вторая группа политических заключенных – это таких, которые переследуют по политических мотивах. То есть здесь нужно, чтобы было именно нарушение прав человека, которое было по политическим мотивам. Причем в определении политических мотивов, если мы посмотрим, то это должно быть какой-то мотив власти именно преследовать этого человека за какую-то позицию, которую этот человек высказывает. То есть нам очень... В принципе, политические мотивы, он отличает политическое дело от любого другого дела, где есть нарушение прав человека. Причем я хочу подчеркнуть, что это не значит, что кто не попадает в политические заключенные, они не нуждаются в защите. То есть их права могут также нарушаться, и мы это осознаем. Единственное, для чего нам нужны вот эта категория политические заключенных, чтобы международ... Мы считаем, что международная общественность имеет больше прав вмешиваться, как это принято сейчас называть, во внутренние дела, но требовать именно защиты именно вот этих людей, которые преследуются по политическим мотивам. Здесь у международного сообщества есть больше легитимных прав указывать государству, например, Беларусь, что здесь нарушены правы человека, чем в другом случае. Именно поэтому у нас акцент идет на политические мотивы. Ну и я заваживающе акцентую, очень часто возникают пытания, там политические мотивы, маянцы, 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 все-таки деяние уладов, их маянцы. А, это будет маянцы, маянцы, маянцы. Я не буду справляться. Ну, еще важный очень момент, что у нас есть исключение из того, кого мы можем принимать политическими заключенными. Это отдельный пункт, который разработан. Речь идет о насильственных правонарушениях на почве ненависти, которые так называются. Если человек совершает такое преступление, то, по нашему убеждению, он не может претендовать на то, что будет принято политическим заключенным. И другой такой важный момент, это он не может использовать свои права для каких-то целей, которые направлены против этих прав. То есть, например, условно говоря, если это фашистская партия, которая преследует какие-то нацистские идеологии, например, то ее запрет и преследование таких людей не могут, их нельзя будет назвать политическими заключенными, поскольку их идеология направлена на ликвидацию прав и свобод как таковой. То есть, это так называемая концепция защиты. Если таких людей, например, такие люди будут арестованы за создание такой организации, действия такой организации, то, в принципе, их нельзя считать политическими заключенными. Здесь, конечно, самая большая дискуссия, это вопрос насилия, применения насилия со стороны человека, который претендует на признание политическим заключенным. Здесь самые горячие дискуссии у нас и шли. И, возможно, это нужно будет еще нарабатывать. Пока мы согласились на таком тексте, что если человек не для самообороны, а умышленно применяет насилие против другого лица, например, против того же работника милиции, то он не может называться политическим заключенным. Ну, например, уже во время Евромайдана у нас этот вопрос возникал не один раз. И поскольку были люди, например, которые били дубинками милиционеров, которые бросали милиционеров в коктейле молота, мы все-таки отставили, что эти люди не могут быть политическими заключенными. То есть это нужно отличать человека, который просто стоял в стороне, или пусть он пробовал кого-то защищать в одном случае. То есть нужно было разбираться в каждом отдельном случае, что этот человек действительно делал. Но в некоторых случаях у нас было четко... То есть это был человек из радикальной группы, который мы точно знали, что он, в общем-то, он занимался тем, что он нападал. Он никогда не приходил ради каких-то мирных любящих. А пытание потом? Наверное. То есть это на самом деле, ну это вопрос, конечно, самый дискуссионный. И в Украине, например, вопрос Евромайдана, он как раз поднял вот этот вопрос применения насилия. То есть мы еще будем это обсуждать. У нас из-за этого есть непонимание, например, с правозащитниками Азербайджана, поскольку у них тоже подход есть такой, что это должно быть... что насилие не может быть причиной исключения из этого списка. Но здесь нужно разбираться, мне кажется, более четко искать формулировки. По-моему, в глубоком убеждении мы не должны быть толерантными к насилию, особенно к расовому насилию. здесь не может признаваться легитимным. И если мы закладываем, что такой человек все равно будет политическим заключенным, мне кажется, что это просто подрывает основы, определенные основы права как такового. То есть мы тогда легитимизируем достижение своих целей только в насильственный способ. Но это, опять же, это достаточно большая дискуссия, можно отдельно об этом говорить. Наверное, у меня все. Я думаю, что Валик попробует связать эти критерии с делами, которые есть, и тогда это будет более-менее предметный разговор. Я, напомню, только с початку буду подрабязанно споююсь на некоторых моментах. Дякую Владимиру, что рассказывал про основный подыход и сутность, которые были тут закладены. И сопроводил этот мануал, он бездоровый, я его здесь распорядать не буду, споююсь только на некоторых моментах, начиная с самого початка. По сбавлению воды. То есть в Дадзином керавнистке под позволением воли, разумеется, утрумание особо в любом месте, когда особо не может его покинуть. Первое. Вынеку любого выведу примусу, который используется в службовой особой державе, альбо изведомо, как подпущальность службовой особой, альбо органной державы. И вынеку подпорядкование решения судового административного теничного уровня. То есть мы, когда выначали питание, что такое позволение воли, коррестали все международные нормы и права в Дадзином керавнине, то есть это не означает, что только это мается на базе позволения воли, как утрумание в Турме, альбо у колонии. То есть административный ароч так само будет заявляться позволением воли, иншие знаходжения в местах промыслового утрумания, которые человек не может покинуть. В связи с самым, как это будут, так само будет признаваться, как местом позволения воли. Это ведьми важный момент с пункта гледжения отмежевания политвязня от ахвяру политичных пироследов. То есть что мается на базе под политичным пироследом? Некие иншие негативные наступства в связи с административным неким здеянием, дисциплинарным здеянием на человека. То есть возбавление працы, выключение за университетом, еще некие такие штатные деяния по политичных мотивах, это будет связаться про политичный пирослед, а не таки человек не будет признаваться политичным вязнением. То есть вязненный человек, то есть он может быть в некем месте, в котором не может покинуть доброхотно. Это может им леку быть и психиатричная лекарь, например. Может быть иншее место промыслового утра врачей. Наступный момент, який вельми складанный, это политичные мотивы. Политичный мотив складанный тем, что это все-таки не юридичная категория. Это саправды шмат, кто апеллюет, политичный мотив, и шмат мы дзем можем это почуть. И тем, как уже Владимир сказал, в решениях международных организаций, как БСЕ, как и решения Комитета по праву человека ААНа, и в Европейский суд. И в указанном документе вызначено только два основных, якие можно обогулить политичных мотивов. Первый – это умоцевание альбо утрывание улады субъектами уладных полномодствов, и другие – недоброхотное спынение альбо изменение характера чьей-нибудь публичной деятельности. Конечно, я думаю, что в существенном свете можно еще и знайсти розностальные политичные мотивы, которые могут улады выкористовывать, или с большим годом включаются в эти два пункта. Что допишется политичных взняволенных? Как уже Владимир сказал, в результате первое политичное взняволенное, это то, что повидая вязнем сумлении, которое выкористовое имя с Интернешнлами, или мы святое заходили из этого вызначения по двух причинах. По-первых, потому что вызначение вязня сумлении традиционно належит уже есть Интернешнл на протягу, похож никто не веду, 50 годов. По-другому, мы не хотели еще подкресливать таким чином большую дифференциацию, которая заключается в потребовании, как мы с вами под приводим. Основный сенс тут – это то, что люди, которые осудляются в этих мотивах, их деятельность априоры не может тягнуть криминальную отказность. Ну, например, когось те осудили по артикулу 193-го Прима, Республики Беларусь. Влада у нас сдержает, что политичных артикулов у нас нема, а не этот артикул вызначается тем, что он предупреждает криминальную отказность только за деятельность административной организации, без неких шкодных наступств от такой деятельности. То есть ее в артикуле, в принципе, этих наступств и нема. Они не важны. Как сказал в справе Ивана Шила, на кого вы судили по 193-му Прим прокурору, нам не важно, чем занимается молодой фронт. Хай он хоть разводить хомячков, главное, что у него нет регистрации. Золотые слова, правильно? Ях можно повесить на землю. Вот осуджение человека только в из-за этого, до того, что человек ожитивляет свое право на свободу ассоциаций, мирное, не гвалтовное, без селяких кепских наступств. Это означает то, что он относится до этой категории. То есть позволение воли было вжито выключено за его политичные, религийные, або иншие переконания, а так само в связи с неволтовным ожицевлением свободы думки, суммлением религии, свободы выказанного мероприятия и так далее, и так далее. В тимлику свободы мирных сходов. То есть, скорее мы возьмем на тупор то же справа Миколая Статкевича. Судовым порядком, суды мы отсочивали все по 19-му, не было доказано, что Миколай Статкевич особисто закликал до хвалтованных деяний, те деяний, которые порушали громадский парад, которые мы в Азии бить все шклы в доме Урада, ломание там чего возить, можжевельника, трубы водосточные, что он был менял из-за иностранцев, альбо особисто принимал дел таких западов. Это доказано не было. Да, Миколай Статкевич закликал до делу мирные акции протестов в связи с президентскими выборами Украины. То есть, он это работал по телевизии, он это работал публично, аль при анализе его на их выступах, никаких закликов до заходов, галтованных деяний, никто не предъявил и не мог этого доказать. И он был кандидатом к президенту Республики Беларусь, и он, отповедно, перестал со своими полномодствами, и в веке были, неодолазины, в связи с тем, что он кандидат к президенту, то есть он уже цевлял публичную, политичную деятельность. И когда и вертаться до мотивов, то один из мотивов, это как раз изменение характера еще и неба из публичной деятельности. Это вот яскравый приклад. Позволение воли жито в связи с житованием правов, обороны правов человека, основных свобод. Да, даже еще важно, когда эти порушения не подтверждаются, какие-нибудь решения международных органов. Например, в праве Статкевича есть решение рабочей группы подвольных заторманий организации бедных наций. С правом Реси Беляцкого оно вельми хаштоне, а следует на Багуле вельми развернутое. Воucie правительственная группа по од MG2 говорит, что отримание финансование организации является неодъемной часткой о житовании свободы ассоциаций. Будзейность ассоциации немогчимо без отримания финансования внутренних, внешних. На то, что по подле Декларации о правооборонцах, там написано, что правооборончая группа малает право отримания финансования их внешних, внутренних, что держава повинна спрятать такой деятельности, а не створать перешкоды, может, заявление легитимной деятельности по обороне правой человека. Эта самая третья группа – это дискриминационная группа, где позволение воли жито с принадлежностью до какой-нибудь группы по обороне предметов. Те при наявности устойливы с такими супольностями. Но, когда человека посадили только из-за его вероузнания, то, что было в Советском Союзе, практиковалось время часто, в отчинении протестантской группы. И оно, конечно, будет свечить про то, что таких человек належит до этой группы. То есть, тут основан эссен в том, что такая деятельность априори не может утримливать складу злочинства, является абсолютно легитимной в нормальном демократичном громадстве. Тому для такой группы потребуется вызволение неоткладное, полная реабилитация и компенсация нанесенной школы. Потому что они в своей деятельности ничего, так скажем, керцкого не зарабили. Другая группа больше складанная. Тут бачите весьма шмат разных пунктов. То есть, они знали, что самая основная тут, как был политичный мотив. О том, что его не нужно забывать. Потому что в Беларуси, где проблемы со справедливым судом и выполнением процедур справедливого суда, мы можем наличить вельми-вельми шмат справов, где люди осуджаются незаконно, где порушаются правы человека, даже люди подвергаются катываниям. Но это не означает, что это является политичным мотивом. То есть, политичный мотив в катываниях человека, которого выбивают показания в деле его осуджения, есть, безумно, порушение права человека и осуджение его незаконное. Но это не за сюда свечи с применением, это про политичный мотив. Такой, скорее, в связи с политичным мотивом, позволение воли было ужито в порушении права на справедливого судового разбирательства и лишних прав и свобод, гарантованных парков, то это уже является предметом политичного вязания. Достаточно доказать хотя бы одно порушение, которое предуглежено международными нормами права. Например, принцип презумпции невиноватости. Возьмем справу бобруйских анархистов, которые были осуджены, как я думаю, за подобные артикулах Криминального кодекса, хулиганства и изнищение маемости с небеспечным шляхом, его потягнуло шкоду высовет буйной померы. Фильм, одно из нажитых людей, с темником демонстрации материалов оперативно-вышуковых мероприемствов, был показан до суда. То есть, основный принцип и Конституции Беларуси, и международных норм права, який гарантует принцип презумпции невиноватости, в данном случае, был порушен. Другое. Позволение воли было засновано на фальсификации доказов выставленного правопорушения, або отсутствие паде во складу правопорушения и более воздействия и нижней особой. Но, по день 19-го Снежного, одна ситуация, когда люди вышли выказать свое мероприятие, за это они были арестованы и осуджены, от Рощенкова, например, когда были прогляданы целиком виды материалы по 19-му Снежного, ни на водном виде материале не было видно, что от Рощенков, объясняя хоть какие-то действия, которые свечили об его характере правопорушения, но, кроме того, что демонстрация была нелегальной, так сказать, по поводу наших законов. Он не бил по столах, якими были загорожены проемы в дверях, он не ломал шкло, но был осужден четыре года позволения воли. Иншая справа относительно людей, которые здесь сняли деньги, которые складываются характером правопорушения, снова били шкло, ломали трубу, барабанили кулаками по столам, но мы можем сказать, что в их деяниях был склад того злочувствия, как их обвиноват, как виноваты в массовые беспорядки. Ведете, что по 19-му Снежного и международная экспертиза, которую мы были в контакте с экспертом международным, и белорусские правооборотцы не оценивали по 19-му Снежного как массовые беспорядки. Отповедно те люди, которые обвиноваты в массовых беспорядках, были осуджены в связи с этим. Мы решили, что в их деяниях, конечно, складов правопорушений, в которых они обвиноваты, не было. Но плюс еще первый пункт, который говорит о правопорушении принципов справедливого судового разбирательства, охрантованных международным правом, того, что имело место так же. Цей пункт – это протяженность, либо умову позволения воли, видовольще непропорционной, адекватной правопорушению, которое в основном подозревается, выновачивается, или признается виноватой. Снова уж вертающийся до справа бавруйских анархистов, где мы не можем погладиться с квалификацией их деяния в 1-й и 3-й артикула, который говорит про снищение майомости небеспечным шляхом, их опыть одну особливый буйный помер, по той простой причине, что шкода таких деяний не носила особливый буйный помер. То есть шкода была выведена с небыта, с умысла, про який они сказали на первых допыта, шматы, которые проводились с урушениями права на оборону права на ярость адвокатов. То, что их метой было снищение будинка Комитета Державной Беспеки. Тому полечили, сколько стоял весь дом, сколько стоял внутри всякое там майно, и из этого была выведена шкода в буйный помер. То есть реальная шкода от их деяния, она была абсолютно минимальная, потому что одна из бутылок, которая была встянута, она просто не могла споить будинок, потому что она заглянет, а другая была, видимо, просто затушенная с упрационниками, которые там дежурят. И тут возникает вопрос относительно вертания домотивов. То есть, когда мы вернемся домотивов, умазывание или утрывание субъектами владных полномодствов. То есть, когда бы в этом доме был некий инший, а не был домом Комитета Державной Беспеки, то была бы такая реакция жёсткая влада до чуниния данных людей. То есть, я меркую, что как раз таки умазывание влада, умазывание владных полномодствов, то есть, демонстративная показальность указана в выпадку, как раз таки и заключается в этих мотивах. И в темнику, в непропоративном покорании, потому что 7 годов, которые отримали эти люди, это абсолютно непропоративно тому, что было сделано. Вот. До чуниния данных категорий предуглеживается широкий спектр правовых заходов. От перегляда справы, до вызволения этих людей шляхом механизмов амнисты, до терминового вызволения альбо помилования. Тому, как мы говорим относно к этой категории, так, мы потребуем неоткладного перегляда этих справов, и амнисты до чуниния данных людей, которые мы личим осуждены непропоративно изъявляются политвязнами. Ну, и относно гвалтованных действий, тут уже это питание закороналось, и, снова уж питание относно моемости, да, можно сказать, что, ну, они же моемость шкодили, да, тут вельми важный момент аминавито злочинство на хлебе ненависти, альбо передузятости, т.е. так званый хейт прайс, т.е. кали явится би ситуацию, что некто робит злочинство супрыцмайомости менавито по гэтых мотылах, ну, скажем, оскверняет синагогу, альбо разбурая монументы некие, хвяром холокоста, альбо царпу размалевывая некими лозунгами, которые демонструют менавито некую ненависть на расовой глебе. Вот это является злочинством, которое говорит про хейт праймс, т.е. виновата ненависти, альбо передузятости. Вот такие справы мы не можем лечить этих людей и не будем лечить политичными изневолитами. Что т.е. в мануале вы можете увидеть комментарии до этого пункта. За выключением необходимой обороны крайней необхотности. Ну, если это связано с видовочной неправомерными деяниями супрационникам правоохранных органов, темлику выполнением злочинного загады, темлику видовочной неправопропорционных деяния до супрационников милиции, то в некоторых выпадках мы можем говорить про такую необхотную оборону. т.е. при умове, дать нам выпадку деяния молотовные здействия не от дочинений до инших особов, а от дочинений до той особой, которые издесняют неправомерные и непропорционные деяния. Конечно, это потребует докладных в обучении всех обстоятельных справ. Тут на память мне приходит в упадок с Андреем Кимом. В память была демонстрация фирмальников и он был осуджен. 14 человек осуджались по 343 артикулах, то есть групповые деяния, которые грубо порушают грамотские парады. В дочинении до них не инкриминовались некие болтовные деяния. Там было основное это перекрытие руку транспорта, пирожкоды в руку транспорта и так далее, что сами по себе поводные международные подоходы не являются гвалтовными. то есть перекрытие дороги это не гвалтовное деяние, блокирование будинка, не связано с гвалтовными деяниями. но в дочинении было такого артикула погроза гвалта в дочинении до супрацунника милиции. Мы присутствовали на этом суде, отсочивали все материалы справы и видеоматериалы, из которых абсолютно не выникало. Но при нам все докладно зафиксованного удара супрацунника милиции на нем не было. была некая болтузня и он там махал руками и другие люди махали руками. Что при этом отбалось, тяжко было сказать. Поэтому в данном случае мы пришли до основы, что денег не было болтовных денег. Отповедно можно сказать про реализацию одного своего права, гарантованное международным правом. Это была мирная демонстрация, мирный протест, где люди выказывали свое мнение с другими другими людьми. Поэтому основный сенс это политический мотив и он должен быть явно продемонстрироваться и доказать из нашего мнения, что это политический мотив. А по-другому это оценка действий с государства. Но могу сказать, что мы не приходим до основы, в тех тех правах внесли политический мотив и их оценки. И сейчас я скажу несколько слов о несупределениях и речь о каких мы апеллием, это информация о том, что ее развяз признают 6 человек, политвязанными, в связи с белорусскими организаций, которые говорили в 11-е. я разговаривал на эту тему особиста с Майрой Мора. Я спросил назвать нам личбу, в которую апеллюют представители развязанных в отношении политических вязаний. Конкретную личбу мне названа не была. Было сказано, что мы потребуем вызвание всех политвязанных, кого всех, мне не было. На что я сказал, что самое главное, как вы нашим владам сказали, кого признаете политвязанными, кольки их, потому что я на это повинен про это ведать. Что тычется несупадение при оценке колькости политвязанных международными организациями, эти докладные небыто несупадениями. Хотелось бы подзначить, что, например, Amnesty International, и оно не вызначало колькость политвязанных в Беларуси в принципе. Николи не вызначало. Amnesty International говорит только про вязни в сумлении. То есть, для прополитических вязань, которые относятся к этих трех группам. То есть, сколько политических вязань вокруг Украины, Amnesty International николи не говорили. На сегодняшний день они не говорили про трех вязань в сумлении в Беларуси. Что тут, что это Human Rights Watch, они в уголе никогда не складали никаких списков перед вязнью, никогда этим не занимались. Human Rights Watch притягивает увагу до некоторых певных справ, которыми они на данный момент цикавятся и занимаются. Ни каких списков они ни складывали, ни складываются. Международная Федерация по праву человека подкрепляется список белорусских правооборонных организаций в области 12 политических связан. С того, в принципе, я бы сказал, что неких разыгольжениях в оценке колькости политических связан между белорусскими и международными правооборонными организациями в принципе нет. Тут я целиком поделил в области белорусских правооборонов по квалификации 11 человек И думаю, что это слухно было изроблено и слухно доведено Международной Федерации Правого Человека. Але, публикующий этот документ и заводствующий увагу на 8-х моментах, пунктах 3.3.B, например, мы даем право уладя нашим интерпретовать ей так, как этот документ, как и наличится потребным. Например, она глядит пункт 3.3.B, право оборонцов в Беларуси, и говорит, что Васькович наглядит ненависти до КГБ, отвода державы на Аллату, отвода державы, как такой. Здесь не у злочинства супратьмаемости, чем закликал до болтовых деяния, и таким человеком не изъявляется политвязнь. Я, наверное, скасовываю двух политвязнему, такую же самую схему применяю до анархистов, я еще трех минус, то я же самое с некими оговорками, до Утуховича и Уиннику, мы чуем израильского посла, який со спасылкой на белорусский МЗС, оговорок про четырех белорусских политвязней. То есть, в принципе, мне сдаётся, что в 8-х раз ввезли дискуссийный пункт 3.3.B, и он дает карты в руки уладя. Мне сдаётся, что треба было бы засерочить увагу на огульности политвязни, снять спрэчные моменты, альбо просто, ну, скажем так, раз и не дискуссийный, просто не включать их улитов возле этих критерий, бо так можно, саправды, ослабить позиции уси. Зараз нам могут сказать, саправдываем здесь, если вы сами не ведете, вы сами не разобрались, там, не заразумело, кольки, а чего вы потрапуете. Я разумею, что ПМО отказано следить на политиках, как довести европейцам, например, что у нас 11 политвязников, европейцы, все форум, Евразвяз, Кожная Окраина и так далее, и правооборонцы казали, что вызволите вот этих вот 11 человек. Но маючи этот документ, мы тем самым просто, вот у Лада, приезжая, там, я не веду, представник Рады Европы, ему полностью расположены документы, говорится, сгодны с белорусскими правооборонцами? Сгодны. А вот теперь поглядите по литерках. Вот. А вот справа Васьковича, вот справа Васьковича. Значит, по-перше, коли говорится про злощинство на глебе майомости, альбо передузятости, оно изъясняется по повной прикмете, по группе прикмет. Я кто? Национальная приналежность, религиальная приналежность, сексуальная ориентация, там еще и инжен. КДБ это не приналежность, да КДБ это не может быть групповой приналежностью. В принципе. Не может. То есть он из ненависти. Это социальная группа, или это сексуальная ориентация, или что это? Это КГБ, это КГБ, это державный орган. То есть это не датыщица этого вбадка в принципе. И коли белорусским взвес с этим сгодны, то так и инженционно, когда сгодны. То есть тут основная прикмета, это групповая прикмета. КДБ оно не может априори сюда потраплять, нияк. То есть это не злощинство над глебе ненависти. По-первых, и по-другому, мы, как белорусские правооборонцы, незалежны от белорусских ладов. Незалежны от политической конъюнктуры в принципе. И тому, что там скажет МЗС. МЗС наш говорит, что у нас в принципе не было политвязи. Но так что нам зарабить? Не официально. Ну, не официально и где они смесят про то, что они есть. Потому что, за одного боку, они кажутся, у нас их нема. Але, коли они напишут прошение помилы, у них освободи. То есть вы же не освобождаете всех злеволенных в Белоруссии, которые пишут прошение помилы, неправильно? Сидит там некий-нибудь эрцетивист Вася и скажет, слушайте, я вот, уж это не буду, напишу прошение помилы, отпустите меня, пожалуйста. У меня 15 лет, очень долго сидишь. Нет, такого же не отбывается, не отбывается. То есть, коли влады это робят, значит, они априоры признаются. Об наявности политичных вязан. И дальше их день в 11-м, цикали там, нет, после парламентских выборов, коли вызвали Коваленко и Прокопенко. Прокопенко был вызвали на связи с тем, что на прошение помилы не написал. То есть, все же таки они признают темлику и эту группу политичных вязан. И я тут не думаю, что это неким чином наши влады могут скоростовывать. Есть еще комментарий, Алена, там, почему? Да, я полагаю, что вопрос Павлова задан был не случайно. И здесь хотелось бы отметить следующее. Мы не можем убирать из этого документа все вопросы, которые являются дискуссионными. Потому что то, что происходило, например, после событий декабря 2010 года, мы все оказались в ситуации недостаточной готовности быстро, четко, по одним и тем же критериям реагировать на достаточно серьезный вызов. И тогда мы получили четыре разных линии. То есть мнение правозащитников, которые, в общем-то, знали, о чем говорят. Потому что давно и как-то сосредоточено. То есть в том числе и занимались теорией того, что связано с вопросом... В политике же действия есть, хотя и в других установках. Вроде бы все хотели как лучше. Но целый ряд спорных ситуаций мы получили, потому что не были готовы к тому... То есть до того, как начали разбирать конкретные случаи, не имели общей теоретической базы. В общем-то, очень не хотелось бы оказываться в подобных ситуациях впредь. Почему? Этот документ, в общем-то, был подготовлен. В том числе и для того, чтобы зафиксировать наши подходы, правозащитные подходы, и предложить их к использованию другим группам, то есть политическим, религиозным и так далее, которые по каким-то причинам в определенные моменты берут на себя ответственность утверждать что-либо в отношении пузников совести, политзаключенных и так далее. Нам нужна общая теоретическая база, либо пункты для распреждения. Вот в теоретическом плане давайте с этого начнем, чем потом будем, в общем-то, оказываться применительно конкретным людям, применительно конкретным их судьбам, да, в ситуации там спорта и разногласий. Наверное, вот так. Благодарю. Не нужно, Владимир, потом Павел. Олег, подогреватель. Я короткий комментарий. 3.3.б. это статья 20-я Бокровного факта гражданских и политических прав. То есть, если вы, это объяснение, что человек не может быть признан нарушением, его право не может быть признан нарушением, если он осуществляет вот эти действия. То есть, если на уровне Международного факта эта формировка не вызывает вопросов, и там есть большая практика, комитета ООН, комитета по вопросам дискриминации, что обозначает вот это вот преступление против умности и призывы к этому. То есть, здесь государство, если будет апеллировать к этому, то в лучшем случае это можно апеллировать по вопросам радикальных групп. То есть, здесь вопросы могут возникать по действиям радикальных групп, но опять же здесь нужно смотреть, что вот это вот пункт 3.3.б. действие, оно должно быть конкретно связано с инкриминируемым человеку преступлением. То есть, если мы берем, например, дело, где человека обвиняют, пусть даже радикальные группы, в том, что он состоит в незарегистрированной организации, то извините, пункт 3.3.b. здесь ни при чем. Речь идет о том, что, а если он, например, как в Украине, вот в этом случае, вот здесь был случай, когда говорили, что человек бросил просто в дом, в коктейль молодого. В Украине, например, есть человек, который бросил в общежитие с иностранцами, и он бросил это не в дом, а в окно. И там был пожар, и чудом, только вот эти вот студенты иностранные, никто не пострадал. Потому что они просто в этот момент не спали, и сумели убежать, но все их вещи, все абсолютно сгорело. И, извините, но вставать на защиту этого человека, что он, за то, что его наказывают по политическим мотивам, это как-то, ну, в этом случае будет странно. Тем не менее, вот... Поэтому здесь нужно просто во-первых, это связывать, вот этот 3.3.b. именно с действиями, за которые обвиняют человек. Здесь, в данном случае, что он на почве ненависти просто ко всему нечеловеческому, здесь не работает. Здесь это понятие достаточно четко определено в международном праве. Ну и плюс калекулируется с конституцией нашей, которая заброняет такие ненависти, как и по нам. Павел, вот и мотив. Само собой, господи, тут приклад с студентами, я так, разумею, злочинство супраць особой все-таки. По мотивам ненависти. По мотивам ненависти. Ну, ясно, интерпретовать просто можно. Раз свое мотивам нет. Послухайте, доброе. Ну, раз там просто все правооборонцы стоят на этом, то... Скажите, что это несправедливо и неправильно. Скажите, как оно повинно быть. Я просто веду приклад Васьковича, и вот коли у меня не спытаются, вот Павел, ты зарабил бы так, взял бы коктейль, молотов бы, впрунул бы в КДБ, веду еще все, что там отбывается. Послать весятого. Я бы сказал, нет. Я бы так не зарабил. А ли коли мне не спытаются, тебя осуджаешь, ты Васьковича за то, что он так зарабил, я вам скажу, не, не осуджаю. Разумеете? Это, ну, великая розница. Так он не попадается. А? Нет, слава Богу, что не попадается, просто можно подгадать подвести. Олег, видите, я, сразумело. Олег, мне, что, например, тут хотелось отбачить, потому что есть конкретный приклад, скажем, по проекте мы разговаривали, я не буду сейчас все обучивать, в целом просто скажу, то, и почему мы разговаривали на круглом столе Доме правого человека у Вильнии, стало ясно, что нам, по прикмете, вот, значит, там, неких деянию и признания Васьковича и Сябров, им не может быть оказана допомога по той линии, по которой она оказывается там, европейской комиссией. Она не может быть ровной допомогой и не может быть ровной обороны. Это правильно. Ну так вот, то есть, уже есть пытание, так? Мне здаётся, что варто было просто, по оборонцам, конкретные выпадки строго артиполевать, то есть, например, справа, значит, Васьковича, Прокопенко, там, дальше строго, кажется, это не анархист, ну, я не знаю, Васькович не анархист, как другие анархисты, это не межеет питание. Ну, просто, справа Васьковича, как это, типа Бруйских вязьм, скажем. Документ, який узноднен всеми правооборонцами выпускается, они политвязни, не попадают под пункт таки-то, таки-то, попадают под пункт таки-то, таки-то. Не было ненависти, там, по групповой предмети, например, тому, дорогие правооборонцы, давайте, вот, ясно вызначимся. И вот этот вот документ, например, кладут вам в церкви, один документ, кладут европейцы, передаденные нами, там, политиками, эти правооборонцами, другие документы. Нет, я не все-таки политвязни, под рабоем вызвать вот 11 человек, включающих их. Была некая конкретная комперсональная, потому что, разумеете, коли мы доем только теорию без способа на конкретность права на особы, мы торопляем, что я причинаю все коррестовую супруга. Но будем сказать, что в этой списке он повеличивается, скорочается, и он нестандартный, нестабильный. Спис 96-го года будет отразниваться от 2008-го, от 2011-го, это Зусим, там, огромный спис, зараз есть в руки, не мог чем вот так вот сказать, что вот, 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 есть оценка конкретных справ. А чем просто месяц не публиковать список? А ее напубликованы. И он опубликован, и он усил, да, и там черным, по белым, и все, да, на Несану. А деванцы с политвязнями в односенах до 9-ти такие потребования, в односенах до 2-х такие потребования, тому, что и тлумачится еще много. А эксперты, за чему их признали политвязнями? Там есть, там есть, мы не очень такие конкретные экспертизы, у нас покожные справи, окромя бобруйских, покожные справи, там, там, одразу в этом списе политвязням дается экспертное заключение выйти заяву. Так вот, справа тем, что это как раз по бобруйских. А там, по им, есть сноска унизить, чем, чем агаборка. По им, так само, там есть информация. По-перше, по-перше, на то и он, для того это документы робили, как разумеючи, что есть спречные моменты, и как бы это спречные моменты описать. Если бы не было спречных моментов, то и документ был бы непотреблен, на мою думку. И тому, как рассказывал Володя, с историей и пытания, по-колько это спречные моменты за учеты есть, для этого была обумовлена необходность в творении такого документа. По-перше, и они будут эти спречные моменты, и от этого мы никуда не денемся. Просто зараз нам подается, что больше заразумелая наша позиция, и чему мы робим те, 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 и в основу. И, на первое, заразумелось, что наши идеи не будут такими, в тех, те, ищих ситуациях. Одно. Другое, не треба весь час апеллировать к тому, что наша держава те, кто может трактовать это по-иншему. Вы не знаете ни одного правового документа, ни национального, ни международного, где было все расписано однозначно и с математичной докладностью немогчимы применить по-иншему. За все годы есть процесс применения, за все то есть процесс толкования и трактования, и на то люди учатся и занимаются международным правом и тем более, как вам эксперты говорили, это формулевки непосредственно с пактом о романтиях политических правах, про который мы весь час спорчаемся с нашей державой. Мы часто по-разному разумеем одни и две формулевки. держава не будет с нами сгаджаться и это заразумело, когда бы она сгаджалась и нам не садила этих людей, когда бы она притремливалась тех же подыходов как и мы. Если такое будет, то значит не будет проблемой полезневолюных вогули. Пока есть полезневолюные, будут это спречки. И еще раз по-тару то, что уже сказали, наши официйные структуры, официйную занимаюсь позицию, что у нас полезневолюных нема. И давайте с этого так само памятать. По-третье, это документ, который тлумачить наше ставление первое за все, да тлумачить, чему мы потребуем вызволение этого справедливого суда, именно для этого был этот документ написан, а не для того, какие программы допомоги с этим связаны. Это целком иншая штука. И не мы даем эту допомогу. Если кто дает и пишет свои умовы, то если ласка спрашаетесь с теми, кто на таких умовах дает допомогу. Это не связана наша позиция с этими умовами допомоги. То, что допомога не дается на выпадке, когда есть применение силы, я не скажу конкретно про Васьковича, это на мою думку, доволи сразумело, вот уже питание, как сформулировано, на кого распрощадывается в вынику, это питание инших критерий, не этого значения. И не треба с этим спрашаться. По третье, или по четвертое, каждый раз, возникают спрашки, то можно, конечно, и треба обмерковывать, на кольке конкретная справа отвечает тем, тем, и иншим положением, пунктам этого документа, и на кольке эта позиция правооборонцев разумелая. Если есть питание в разумелости, то да, их можно обмерковывать, и треба обмерковывать, но подается что с правой Васьковича, мы уже неколько разов уже докладно разбирались, и достаточно возразумело это прописано на сайтах заключение экспертов, правооборонцев, которые это сделали, и на этой подставе сделана достаточно огульная позиция правооборонцев. Тому я еще раз прошу, не треба выводить с этого документа некие программы допомоги, это не одно и то еще.